МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Предлагаем вашему вниманию обзор прессы на сегодня. Протокол о техрегулировании не может быть приложением к договору АЕС. Создание Евразийского экономического союза – это одна из ключевых тем. О проблемах интеграции, о том, как проходит переговорный процесс и чего добивается Казахстан, в интервью Курсиву рассказал председатель региональной палаты предпринимателей Алматы Иван Кравченко. Тема создания ЕС крайне популярна. Я целиком поддерживаю главный тезис о том, что бизнес-сообщество Казахстана заинтересовано в экономической интеграции и экономическом союзе. Оно не просто заинтересовано. Этот вопрос жизненно важен. Без этого у экономики Казахстана не будет движения вперед. Поэтому бизнес активно поддержал данное политическое решение Нурсултана Назарбаева. Вопрос лишь в том, как наиболее выгодно для нашей страны решить задачу, поставленную президентом. Реализация проекта поручена правительству. Однако у бизнес-сообщества, у его руководства в частности, есть своя доля ответственности за это, говорит собеседник издания. Ответственность заключается в своевременном доведении до правительства консолидированного мнения представителей бизнеса. Причем это следует осуществить до того, как решение со стороны высших органов власти уже будет принято. Опубликованное интервью в первую очередь поднимает вопрос о качестве нормативно-правовой базы будущего Союза. Госорганы накроют облаком. Государственные органы в скором времени обяжут перейти на единую сервисную модель работы, сообщила заместитель председателя правления АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг Зердеби» Кеш Курмангалиева. В свежем номере отечественной версии Forbes о том, что стало поводом к такому решению и как именно оно повлияет на будущую деятельность госорганов и специалистов области информационных технологий. Правительство поддержало переход на сервисную модель, то есть фактически все госорганы будут пользователями IT-сервисов, IT-услуг, не будут сами создавать информационные системы, приобретать оборудование. Каждый субъект органов государственной власти должен заниматься своими задачами. А вопросы коммуникационной поддержки нужно поручить специалистам в сфере IT, сказала Бекеш Курмангалиева. По ее словам, сервисная модель позволит оптимизировать все государственные активы в области информационно-коммуникационных технологий, в частности, повысит утилизацию, так называемое использование серверных мощностей, увеличит использование лицензионных ресурсов программного обеспечения и повысит качество и уровень IT-услуг. О прессе на сегодня все. Читайте газеты. Субтитры создавал DimaTorzok